ПЕГИ-18 Эдвард – один из самых уникальных персонажей, когда-либо созданных для вселенной Ассасин Скрит. Он является тем, кто пытается понять, каково его предназначение в жизни и как справиться с этим грузом. В данный момент ему все еще нужна слава. И один из способов ее получения – выполнение контракта на убийство. Таким образом, можно заработать денег и какую-никакую, но известность. Ну, начнем. У нас есть две цели для уничтожения. Два брата Тамблиера. Мы собираемся согласиться на выполнение контракта. А на карте мира нам уже покажут, где его надо выполнить. Мы видим, что место выполнения контракта рядом с нами, в деревушке, в которой мы сейчас и находимся. Но мы бы хотели показать мир, поэтому отдалим немного карту. Множество локаций, более 50. Куба, Багамы и Флориды на севере. Огромный карибский мир, в котором много чего можно найти и сделать. Но мы вернемся в рыбацкую деревушку и найдем наши цели. Рыбацкая деревушка – один из самых удобнейших для игрока и типов локаций в мире АС-4. Здесь можно начинать миссии, можно покупать улучшения для Эдварда и Галки. Жизнь здесь полностью отражает происходящее на Карибах. Вдалеке мы видим таверну. В тавернах вы можете нанимать команду для корабля и играть в мини-игры. Ну и выпивать, если есть желание. Но мы сосредоточимся на наших целях и уничтожим их. После того, как мы убили одного из братьев, второй пустился в бега. В стиле классических АС мы можем догнать его и убить. Но для выполнения этого контракта полно других способов. Мы можем использовать систему свободного прицеливания для его уничтожения. А можем запрыгнуть на корабль и воспользоваться помощью команды. Но вместо этого мы дадим ему убежать в море и начнем преследование на Галке. Это ваш корабль. Ваш второй главный персонаж в игре. Вам предстоит улучшать и изменять его в путешествиях с Эдвардом. Практически незаметно погоня на земле сменилась погоня на воде. Мы могли бы уничтожить корабль и завершить контракт. Но мы воспользуемся подзорной трубой. И узнаем, что на корабле полно рома. А ром – важная составляющая экономики. Продавая ром, можно заработать много денег, если найти нужного покупателя. Поэтому вместо уничтожения мы разграбим корабль. Здесь вы можете увидеть улучшения, которые сделаны для сражений. Используя фронтальные пушки, мы можем выстреливать цепные ядра для замедления корабля. А используя новую механику траекторного прицеливания, мы можем попасть ядрами в палубу и нанести серьезные повреждения. Вражеский корабль мы называем фрегат. Фрегаты необходимо уничтожать как можно быстрее. Потому что чем дольше длится сражение, тем больше повреждений они могут нанести. Еще у нас есть другие типы кораблей. Например, Чарджер или Мэн оф Вор. Мэн оф Вор – это огромный корабль. Способный нести сотни пушек. Чтобы сражаться с такими кораблями, никогда не пренебрегайте улучшениями. Тем временем, мы сломали мачту фрегата и можем начать абордаж. Абордаж очень важен, ведь вы пират. Именно так вы получаете грузы и корабли. Мы можем начать абордаж с любого угла. Также важна дальность. Если встать близко, то мы столкнем команды друг с другом. А если далеко, то можем прыгнуть в воду и незаметно пробраться на корабль врага. У нас есть две задачи при текущем абордаже. Убить капитана и убить часть команды. Команду мы будем убивать с помощью маленьких пушек. А с капитаном справимся при помощи способностей Эдварда. Используя систему свободного прицеливания, мы видим опасного врага, уничтожающего нашу команду. Мы можем с легкостью расправиться с ним с помощью выстрелов в голову. Что мы здесь видим? Два корабля образовали уникальную среду, которую можно использовать для незаметного перемещения. Можно воспользоваться этим решением для внезапной атаки. Нам все еще надо убить несколько членов команды для завершения абордажа. Разграбив корабль, мы получили ром, а также амуницию, несколько новых моряков и немного золота. Каждый абордаж завершается выбором. Вы можете заполучить захваченных моряков к себе в команду. Можете отправить корабль к своему флоту. А можно разобрать его на запчасти и починить галку, если ей были нанесены серьезные повреждения. Поскольку повреждений у нас немного, мы отправим корабль к нашему флоту. Мы вернулись в Карибское море. Самое главное, чтобы игрок всегда был чем-то занят, всегда имел выбор сделать что-то новое. Сейчас у нас есть неизведанная локация, которую мы называем взморьем. В мире Карибов их более 75. И каждая взморья предлагает игроку что-то очень важное, что может быть использовано для улучшения Эдварда и Галки. Так что исследование таких локаций в ваших интересах. Для нас важен момент бесшовности. Мы хотели, чтобы исследование Карибского моря не останавливало происходящее вокруг действий ни на секунду, поэтому вы в любой момент можете бросить штурвал, нырнуть в воду и доплыть до нужного места. Это очень важный аспект огромного и открытого мира Карибов. Добравшись до взморья, мы видим сражение вдалеке, а рядом с нами мертвый моряк-плинчуга. Будучи пиратом, мы не можем не обыскать его карманы и посмотреть, что он для нас оставил. Мы нашли карту сокровищ. В карте говорится, что мы должны проследовать на остров Мистериоса. Каждая такая карта приведет вас к сокровищу, предназначенному либо для Эдварда, либо для Галки. Так что они очень ценны. Давайте посмотрим на сражение. Британский корабль сражается с испанским. Мы могли бы вмешаться и воспользоваться тем, что обе стороны уже изрядно измотаны, позволяя нам с легкостью разграбить оба корабля. Но мы вернемся на Галку. Напомню, это второй главный персонаж игры. Галку можно и нужно улучшать и изменять. Любое вооружение можно улучшить, в зависимости от вашего стиля игры. Добравшись до Галки, мы видим подбадривающую нас команду. У Эдварда и его первого помощника Адевейла очень близкие отношения, как и с командой. Из демонстрации вы узнаете, что команду можно как потерять, так и обрести. Используя подзорную трубу, мы можем видеть, что перевозят корабль. Также вы можете оценивать уровень опасности судов. Но мы продолжаем путешествие к Мистериосу, чтобы найти сокровища. Мы попали в зону использования Гарпуна. Система Гарпуна тесно связана с охотой, которая позволяет улучшать Эдварда. Вы можете увеличивать количество оружия, амуниции и даже шкалу здоровья. Но мы проплыли мимо этой зоны и попали в шторм. Штормы крайне опасны. Если вы будете неаккуратны при маневрировании, то повредите корабль и потеряете членов экипажа. Вдалеке мы видим водяной смерч. Это как торнадо, только в океане. Они очень опасны и могут засосать вас. А когда такое случается, ваш корабль рассыпается на куски и гибнет вся команда. Вот, кстати, результат. Бедняга попал в смерч и был уничтожен. Штормы очень опасны. Но мы хотели, чтобы игроки использовали их в своих целях. Когда вы поймете, как устроены штормы, вы сможете проходить сквозь них. Вам выпадет шанс заманивать врагов прямиком в шторм. Вот такой стратегический элемент. Посмотрите, шторм утихает, но ливень все еще идет. Для нас было важно передать всю тонкость карибской погоны и смены дня и ночи. Мы пережили шторм и справились с этим очень хорошо. Давайте прикажем команде спеть чуть-чуть. Матросские песни являются частью игры. Их можно находить по всему миру. Чем больше найдете, тем разнообразнее будет репертуар вашей команды. Мы добрались до Мистериоса. Мы собираемся в очередной раз покинуть корабль и исследовать локацию. Мистериоса — это руины Майя, а руины Майя полны лазеек для незаметного передвижения. В таких местах всегда полно всяких секретов и богатств. Если мы взглянем на карту, то узнаем местонахождение сокровища за храмом. Быстро оглядевшись, мы увидим сам храм. Он справа. Это наша цель. Туда мы и отправимся. Направляясь к храму, мы замечаем множество охранников на пляже. Мы бы могли спуститься к ним и начать сражение. Но чтобы показать открытость мира, мы пойдем другим путем. Мы видим охранника, но не хотим его тревожить. Как и охранников на пляже. Поэтому воспользуемся нашими способностями и расправимся с ним по-тихому. С помощью AS3 мы смогли улучшить передвижения и отработать их во фронтире. Теперь вы можете использовать деревья, скалы и другие природные объекты. Руины Майя — идеальное совмещение рукотворных и природных объектов. Именно здесь вы полностью прочувствуете, насколько улучшились способности ассасинов. Вдалеке мы видим другую часть острова, которая отделена патрульными. Пока что мы не будем заострять на этом внимание и отправимся за сокровищем. Для нас важно предоставить игрокам новые инструменты, особенно для незаметного прохождения. Например, трубку с дротиками. Используя дротик с берсерком, вы можете свести с ума противника. В итоге они будут атаковать все, что увидят, включая своих друзей, животных и Эдварда, если он попадется в поле зрения. Так что надо быть аккуратнее при их использовании. Мы сумели отвлечь противника. И если вдруг упадем, то сражение будет не таким сложным. Но с помощью наших способностей данное место мы пройдем без проблем. Вдалеке вы можете видеть галку. Она стоит именно там, где вы ее и оставили. Для нас было важно показать красоту настоящего Карибского моря, максимально перенеся в игру лучшие виды. Продолжая двигаться вперед, мы видим нескольких узников, которых держат в плену. Здесь вам надо использовать незаметный способ передвижения. Если охранники вас заметят, то убьют заложников. Для вас сейчас важно понять, как убить охрану, используя окружающий мир, да еще, чтобы вас и не заметили. Сейчас перед вами два охранника, и это не так сложно. Но будут случаи, когда охранников будет значительно больше, и вам надо будет придумать, как избавиться от всех сразу, в один момент времени. Мы освободили пленников, и они безумно этому рады, даже готовы присоединиться к нашей команде. И это лишь один из способов получения членов команды. Как я и говорил раньше, есть еще таверны, но вообще способов значительно больше. Давайте вернемся к карте сокровищ. Мы видим, что сокровище находится за храмом у фонтана. Оглядимся и найдем его. Мы нашли сокровище. Это чертеж. Чертежи очень важны для улучшения галки. Именно так вы сможете улучшить свой корабль по максимуму. Мы подходим к высотной точке. Как и в предыдущих играх AC, синхронизация с высотной точкой открывает нужные места на карте. Но мы пошли дальше, добавили новую фишку. Поскольку мир игры очень большой, и в нем много локаций, высотные точки также являются и точками для быстрого передвижения. Теперь можно синхронизироваться с точкой и вернуться в это место в любой момент времени и собрать оставшиеся сокровища. Мы подошли к концу демонстрации. Мы показали открытый мир. И очень гордимся им. Ведь скоро и вы сможете окунуться в его прелести. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok